Окружной бюджет на 2019 и плановый период до 2021-го скорректирует администрация региона. Сегодня рассмотрела изменения в казне на текущий год. Как пояснила на заседании вице-губернатора руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко, первые изменения бюджета связаны в основном с пополнением окружной казны за счет трансфертов из федерального бюджета. Обо всем подробнее в следующем материале. Кроме того, необходимость внесения изменений обусловлена увеличением ассигнований по отдельным видам субсидий для ресурсоснабжающих организаций доведения до 70 и 100% обеспеченности от расчетной потребности по отдельным регулируемым тарифам, а также увеличением бюджетных ассигнований под ведомственным Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого округа учреждением на коммунальные расходы. В предполагаемом законопроекте параметры окружного бюджета увеличиваются по доходам и расходам по всем трем годам. Дефицит на 2019 год увеличивается на 821 149,9 тысяч рублей. Зумовое выражение составит 2 505 369 тысяч рублей. В процентном соотношении доходов без учета безразмертных поступлений размер дефицита возрастает с 9,9% до 14,8%. Доходы в 2019 году будут увеличены на 334,2 миллиона рублей. В 2020 году на 187,7 миллионов рублей. В 2021 году на 125,5 миллионов рублей. Общая сумма расходов в 2019 году увеличится более чем на 1 миллиард рублей. В 2020 году на 210 миллионов рублей. В 2021 году 143,6 миллионов рублей. Это связано с началом реализации национальных проектов. В том числе налоговым и неналоговым доходам в 2019 году доходы уменьшены на 9,769,9 тысяч рублей. В 2020 году увеличены на 7,5 миллионов. 595,1 тысяч рублей. Это в основном за счет уменьшения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты. В связано с прогнозом поступления доходов на 2019 и 2021 годы. В разрезе расходов отдельных департаментов больше всего в 2019 году увеличатся расходы у социальной сферы. Образовательного блока на 435,5 миллионов рублей и сферы здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого округа на 257,4 миллиона рублей. На стройке, в том числе соцобъектов и дорог к профильному департаменту в 2019 году увеличено ассигнование на общую сумму 168,78 миллионов рублей. В заключении Татьяна Лагвиненко отметила, что предусмотренные законопроектом показатели окружного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов сбалансированы. Законопроект будет рассмотрен депутатами окружного законодательного собрания на очередной сессии.